Всем привет, меня зовут Александр Лютиков. Сегодня мы с Александром Шлеменко смотрим бой Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко. Я не угадал со ставкой на этот бой, потому что поставил на победу Исмаилова, когда коэффициент на него был 2,6. Но в день боя партнер этого выпуска Фонбет давал на победу Магомеда уже коэффициент 3. Ссылка на партнера в закрепленном комментарии. Ну, а теперь смотрим бой. Давай до боя сразу проговорим. Вот ты думаешь, кто выиграет? 50 на 50. Но я все-таки, знаешь, мне кажется, что Александр Емельяненко выиграет. Он и сейчас в хорошей форме, он не пил. Ты же знаешь, чтобы сейчас лечь, как все это было с Сосновским, там, когда он вышел, да, сам понимаешь, в каком состоянии. Мне кажется почему-то, что Исмаилов может выиграть, потому что... Решением, решением. Решением? А вот у него такие, в принципе, резкие, быстрые удары руками. Нет, я могу и ошибаться. Мы посмотрим, понимаешь, я часто ошибаюсь. Я тебе просто сказал, ты спросил мое мнение, я его сказал. Я вполне могу ошибиться. Преимущество то, что он левша. То, что, по идее, левша будет очень неудобно для Александра Емельяненко. Ну, короче, твой сценарий, что Магомед будет хватать переднюю ногу, переводить... Да, мой сценарий, нет, он сейчас попробует на него налететь ударами, руками и будет отрабатывать в партере. Но это более такой сценарий, что он в партере его будет отрабатывать, потому что Александра перевести не так уж и сложно. А когда переводишь, он особо и не поднимается. Он пытается вязать и ждет, когда поднимет судей, да? Он вообще не поднимается. По сути, его держать не составит труда большого. Вот я смотрю, видишь, у них разница очень большая. Разница целая голова. Александр, в принципе, разгоняется небыстро. Вначале много пропускает. Поэтому все может быть, все может быть. Но я все равно думаю, что выиграет Магомед Исмаилов. Я даже немножко денег на это поставил. Ладно, посмотрим. Ну, попал, 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 попал. И зря пошел в ноги. Зря пошел в ноги Мага, зря. Надо было дальше разбивать в стойке, да? Ну, зачем, зачем? Пусть поднялся бы Александр. У него был шанс. Он же цепанул его. Но, опять же, Мага может выиграть решение. Александр просто лежит, ты сам видишь. Он себя чувствует нормально. Он не напрягается. Он лежит. Единственное, конечно, минус у Александра, что он не бьет ни коленями, ни ногами, а только руками. Он очень-очень однообразен и предсказуем. Слушай, он не делает элементарного. Вот хотя бы сесть возле сетки, да? Ну, я думаю, он, знаешь, считает, что ему это не нужно. Но и зря он так считает. Но он на самом деле вяжет. Понимаешь, он снизу вяжет, вяжет руки. На самом деле это тоже доставляет проблемы Маги. Конечно, если бы он поднимался, Александр, было бы больше проблем. А вот сейчас вот так вот, скорее всего, закончится первый раунд. Второй раунд развиваться будет по тому же сценарию. И третий будет, скорее всего, развиваться по тому же сценарию. И Магомед выиграет решением судей за контролем позиции, как я и говорил. Скорее всего, так и будет. Сложно, конечно, говорить, потому что мы увидели. Прошло 2 минуты 45 секунд. Но Александр Емельяненко выглядит плохо готовым. Есть у тебя такое ощущение? Он всегда в начале так выглядит. Да? Ну, я не знаю. Он всегда выглядит плохо готовым в начале. Что потом будет, посмотрим. Я не знаю. Мага молодец, по корпусу отрабатывает. Это, кстати, грамотная тактика. Что он именно бьет по корпусу, по печени. Это рабочая тактика. Она сейчас постепенно-постепенно принесет свои плоды. Видишь, Александр, он не встает. Он не встает, держать его не так сложно. Мага не тратит сейчас силы. Он полежал, отдохнул, потом начал добивать. Полежал, отдохнул, начал добивать. Понимаешь? Он не тратит силы, потому что ему не приходится постоянно ложить на канвас тяжа. Не приходится постоянно его носить на себе. Поэтому, ну вот сейчас, я как и говорил, решением, скорее всего, вот такое вот. Александр, конечно, ну вот лежит, я в шоке. Блин, опять попал мага, я по нему. Вот зря он не нарабатывал вставание. У него уже начинают опухать глаза, уже сечка появилась. Сейчас повторится с Кенни Джонсоном бой. Опа! Нет, нет, не получится. Вот. Мага подумал, наверное, что остановили. Смотри, сейчас остановят. Что, нокаут что ли? Не, 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 не. Не, ну близок был, близок, близок, близок. Раунд закончился. Раунд, раунд, раунд закончился. Ну, я не спорю, здесь недооценка у Саши. Но сейчас его могут в углу, это, вправить ему мозги, как говорится. Конечно, это раунд 10-8, нет? Сложно сказать. А что сделал Александр Емельяненко в этом раунде? Вообще же ничего. Просто ничего. Да. Лежал и получал. Мага молодец. Не дал ни секунды. Не дал ни секунды Александру Емельяненко. Он сейчас так же его переведет и будет так же добивать. И, скорее всего, добьет. Александр вот со своими руками не попадет он по нему. Что-то он замедленный. Правда ты заметил, что форма так себе? Ой-ой-ой. Пропускает жестко. Мага тоже пропустил. Емельяненко сильнее пропустил. Видишь, про что я говорю? Не долетает. Чуть капа у кого-то вылетела. Колени надо добавить Александру. Он стоит, как груша. Просто, да. Вообще не двигает. Прошел проход. Мне кажется, что, да. Но Мага тоже сейчас пропустил. Сейчас он может добить его, конечно. Но сейчас, кстати, все играет на пользу Александра опять. Пока. Потому что он, в принципе, напропускал вначале. Если бы это был пятираундовый бой, то можно было бы сказать, что... А так, конечно. А так Мага не устанет, да? Ну, смотри, он локтями его разбил. Мага молодец, однозначно. Спору нет. Александр, блин, слишком легкомысленно, наверное, отнесся. Видишь, он считает, что он легко всех будет убивать. Блин, три минуты еще. Но сейчас может, кстати, и финишировать Мага. Я просто помню, у нас с тобой разговор в январе, кажется, когда этот бой только объявили. И люди прям очень смеялись, что мы с тобой обсуждали, типа, у Александра Емельяненко нет борьбы. Ну, вот все, кто тогда смеялся, в принципе, могут посмотреть. Ну, да. Не, ну, однозначно, откуда она у него? Это было же понятно. У него во всех боях он проиграл этому... Снеговику, как его фамилия? Монсон. Монсону проигрывал. Да, много. Барнетто он проигрывал, да. Многим и всем это была борьба. Тони Джонсону мы видели бой, такой тяжелый бой для Александра. Но вдобавок, знаешь, я не скажу, что тут там одна борьба. У него и стойка-то, на самом деле, один бокс. Плюс у него, вот о чем мы тогда тоже говорили, и что я неоднократно повторял. Александр здорово, прям быстро бьет руками, ну, на фоне тяжеловесов. Но при этом пропускает очень много. И вот мы опять это видим. Ну, понимаешь, да, Мага-то быстрее тяжеловесов. Поэтому мы и видим, что Александр вроде бы медленный, все, но это на фоне этого средневеса, ну, который стал полу- или тяжеловесом. Мага-то хорошо бьет, хорошо бьет. Не знаю, сколько будет, да, установит ли бой. О, коленом Александр включился. Александр неправильно позицию даже в партере занимает, вот если ты посмотришь. Она очень удобна, чтобы его добивать. Он не пользуется своим весом, не пользуется ничем. Он просто пропускает. Ему уже настучали так жестко. И он опять же лежит и пропускает с локтя. Понимаешь, он не оттягивает ногами Магу нисколько. Ну, как так? Блин, ну, вот она борьба, да. Полторы минуты до конца второго раунда. То есть, ну, казалось бы, ну, почему не наработать элементарное, да? Ну, хотя бы там подползти к сетке, встать, чтобы он нагружал. А ты правильно говоришь, да, вес Александра против него работает. Сейчас однозначно против него. Мага не тратит сил вообще. Потому что вот сейчас Александр предпринимает попытку болевого. Да, спору нет. Спору нет, чуть-чуть, о, перевернулся. Сейчас шанс какой. Нафига дальше ложиться, нафига. Подниматься надо было. Сейчас шанс у Маги добить его. Третий раунд, мне кажется, Мага спокойно додержит. Вот он просто спокойно. Ну, ему даже не надо в стойке рисковать. Сейчас просто перевести и просто доковырять вот так вот до победы, и все. У них же первый бой должен был состояться в начале апреля. 7 февраля, кажется, была их пресс-конференция, на которой Александр был прям в ужасающем состоянии, с тростью и как-то так разобранный. Вот представь, этот бой состоялся бы в апреле. Это было бы еще хуже, получается. Слушай, но Мага тоже устал. Мага тоже устал. Да, видно. Но перевести наверняка сможет. Пока это избиение в одну калитку. Вот и Александр, его высказывание. Какая там борьба и так далее. Ну, вот она и борьба. Нельзя недооценивать соперника, нельзя. Но бой интересный, я тебе хочу сказать. Бой интересный. Правда, бой, ну, не то чтобы года, но пока полугодия точно. Но однозначно интересный бой. Я нисколько не пожалел, что ждал и что остался. Второй час ночи в Омске, да? Ты не спишь ради этого боя. Да, ну, это стоит того, я тебе хочу сказать. Так, Александр вообще еле стоит. Ноги вместе. Неправильно. Сейчас пройдут, тебя переведут. Коленом надо встречать. Коленом не встречает. Не бьет. Да, поэтому вот сейчас с правого колена можно хорошо ему дать. Мага сейчас в переднюю ногу пойдет. Но Мага устал, я тебе хочу сказать. Мага устал. Сейчас он подышит немного. Еще секунд 30. И переведет. Вот и все. 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 Можно сказать, что Мага выиграл. Мага выиграл. Ну, все. Мага выиграл. Первые 30 секунд раунда подышал и перевел. В третьем раунде. С кем тренировался Магомед Исмаилов? С Али Исаевым. Человеком, который в гран-при ПФЛ всех борьбой раскатывал. С кем тренировался Александр Емельяненко? Ну, вот я даже пока не могу сказать. Тут, понимаешь, тут на самом деле я бы посоветовал Александру вставать, готовить вставание. Он бы легко поднимался бы и Мага бы задышал бы уже после первого. Но, знаешь, ему виднее у него свои тренеры. Ну, смотри, болячку все пытается сделать Кимуру. И, в принципе, несколько раз он ее брал. Если Мага устанет, то у него может что-то получиться. Хотя и Александр сам устает. Вот, видишь, опять Кимура не пошла. Опять. Вот что он сейчас не поднимается? Я понять могу. Зачем он ложится? Не умеет просто совсем, что ли, это делать? Можно же попробовать было вставать. Слушай, согласись, вот у средневесов, ну и вообще у более легких категорий набор навыков значительно шире, чем у тяжей. Конечно, однозначно, однозначно. Зачем я останавливаю? Ну, он же дает возможность отдохнуть. Нафига? Ну и что, что кровь? Слушай, он его разбил, наверное, посильнее, чем Тони Джонсон. Посильнее, но потому что он работает больше, чем Тони Джонсон. Потому что он не тяжеловес. И он более резкий, и у него более подвижный. Возвращает в позицию. Да, это на руку маги, потому что Александр совершенно не умеет подниматься. Да, и защищаться, как показывает практика, совершенно не умеет в партере. Да. Ну и плюс, я говорю, что Тижан достаточно, вот, например, Александру Емельянику достаточно всегда одного бокса, чтобы побеждать Тижей. Да. И этого хватает на Тижей. Да. Ну, не на всех, не на всех. Да. Тижи тоже разные бывают. Все, блин, досрочно, Магомед. Значит, мой прогноз не подтвердился. Ну, поздравляю магу, что сказать. Поздравление маги, он, как бы, знаешь, историю совершил сегодня. Однозначно. Да, я, конечно, заработал, ну, в три раза больше, чем поставил. Это неплохо, но все равно, конечно, такое довольно тяжелое чувство, когда ты видишь Александра Емельяника, который, ну, вот так проигрывает. Притом, нельзя сказать, знаешь, это не случай с Сосновским, когда он вышел там абсолютно не готовым, а здесь же он готовился. Несколько месяцев был в Чеченской республике, тренировался там. Если ты не растешь, не совершенствуешься, не совершенствуешь свои навыки, жизнь-то не стоит на месте. И ММА продвигается, уходит. И мага ушел, он технически перерос Александра в разы. И что мы видели здесь? Все. Мое резюме, что я подобломался с прогнозом, и все. А мага красавец. Ну, ты, в смысле, с каким прогнозом? Ты думал, что Магомед, если выиграет, то решение. Ну, то, что мага, да, решение. Все к этому шло, но, видишь, получилось по-другому. На этом все. Меня зовут Александр Лютиков. Подписывайтесь на мой канал и на мой инстаграм, чтобы ничего не пропустить. Зато он энергетик открывает. Кто здесь? А, Александр. Александр. Интересно, зачем Александру нужна эта энергия после боя? Ну, зачем она ему будет нужна? Мага не открывает. Он знает, что там.